Доброе время суток, уважаемые дамы и господа! Это означает, что мы будем говорить о том, что происходит по северную границу Америки. Естественно, о влиянии вот этого государства под названием Канада на все процессы, которые происходят в мире. Процессы, честно говоря, не очень радостные, потому что левый марш Канада оттаптывает похлеще, чем кто-либо. Андрес, ты изнутри наблюдаешь вот этот крен, левый крен. Как ты считаешь, вот эта семейная традиция в политике, насколько она разрушительна для любого государства? Я говорю о кланах Тридо, то же самое можно сказать о кланах Чене, о кланах Буши. Мы говорим о клановости политической, которая, к сожалению, идет во вред каждому из наших государств. Мне представляется, что любая клановость подобного рода, она ведет к деградации и распаду нации. И это, конечно, очень печально. Кстати, заранее хочу сказать, если кто-то думает, что сейчас будет передача, похожая на большое количество передач в русском секторе YouTube, которые занимаются, как сказать, обличением Канады, то это не тот случай. Потому что я гражданин Канады, уже 30 лет, и пока намерен здесь жить и даже, наверное, умереть, хотя не гарантирую, конечно. Но, безусловно, весь наш мир, к сожалению, гниет, гниет и Канада, что очень печально и мне, как канадцу натурализированному, и как жителю этой планеты. Потому что Канада не такая уж незначительная страна. Мало того, что она одна из самых больших стран, меньше, по-моему, только России, даже больше Соединенных Штатов, поправьте меня, если я не прав. И что самое обидное, когда я приехал в Канаду из Германии, это было 30 лет назад, без пары недель, мне было очевидно, что страна эта имеет великолепные перспективы, теоретически. Большая территория, большие запасы различных полезных ископаемых, фантастические запасы пресной воды, прекрасная экология, густые леса и не так много населения, но, 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 испортить можно абсолютно все. И, к сожалению, проклятием Канады является то, к чему привел канадский корпоратизм. То есть, приход к власти, клана Трюдо, если можно так сказать, хотя на самом деле даже про этот клан говорить трудно, потому что Трюдо это ширма, за которой стоит администрация премьер-министра, который, в принципе, все решает, членов этой администрации никто не выбирал, в отличие от господина Трюдо. А сам Трюдо, он не любит читать газет, не любит смотреть новости, и он говорит то, что говорить ему подскажут. Кстати, самое интересное, если ему задают какой бы то ни было животрепещущий и сложный вопрос, ответ примерно один. Мы верим в Канаду, и у нас создана очень хорошая команда, которая как раз вот вашим вопросом и занимается. Вы скоро от них услышите. Прекрасный ответ. Но это, конечно, лучше, чем хохот Камалы и Харрис, но, в принципе, почти то же самое. Ты говоришь хохот Камалы и Харрис, но мне кажется, они совершенно, знаешь, как брат с сестрой, по уровню глупости, по уровню того, что они обещают, по уровню популизма. Но они все вот птенцы из одного гнезда под названием всемирно-экономический фонд. О, да. Вне всякого сомнения. Кстати, вот этот хохот Камалы и Харрис, он характерен не только для нее, а, например, для очень многих канадских чиновниц женского пола. Вот такие от 50 лет, чаще всего разведенные или никогда не бывшие замужем, так называемые unclaimed treasure, невостребованные сокровища. Вот если им задаешь острый вопрос, они обычно отвечают таким же хохотом, как мой давний знакомый Михаил Ведер назвал хохот некормленной гиены. Ты знаешь, мы как раз вот с Татьяной Минакер в воскресенье вышла эта передача, мы говорили о тех женщинах от 58 до 68 процентов, как раз вот невостребованные одинокие женщины, которые голосуют вот за это все. А они голосуют с Камалу Харрис, потому что она женщина. Они голосуют. Почему они голосуют за Триду? О, это очень просто. Как раз такие женщины всегда говорят, но он же такой хорошенький. Я, конечно, не знаю, я не женщина, по моему вкусу, наверное, если бы я был женщиной, он мне не понравился, но я не женщина, поэтому мне трудно судить. Ты знаешь, на женщина я тоже вот не замечаю в нем, в нем нет очарования никакого. Это пустышка, знаешь, если вот женщину можно назвать куклой, то это какой-то вот тоже кукла мужского румынца. Мне он внешне, я не хочу сказать, что он этим является, но внешне он мне напоминает то ли румынского комсомольца периода Чаушеска, комсомольского функционера, то ли албамского сутенера, вот как-то так, но и то и другое похоже, в принципе, и теми другим. У тебя сравнение, конечно, замечательное. Ну да, но я говорю про мое впечатление, как он выглядит. Он может быть очень хороший человек, просто я об этом не знаю и не имел возможности в этом убедиться. Смотри, мы с тобой, когда предварительно говорим, мы всегда думаем насчет темы, которую поднять. Сейчас у вашего тридо появился конкурент. Насколько этот конкурент, а я говорю о той фамилии, которая опять взорвала Канаду, о человеке, который победил на своих праймерис консервативной партии, совершенно невыговариваемая французская фамилия. Он Пьер Хуэлли. Да, да, Пьер Хуэлли. Ну, опять же, фамилию произносит каждый на свой лад, потому что там есть Пуа-Ливер, Пуа-Ливер. Ну, да. Каждый читает по-французски, как может. И вместе с тем, ему 43 года пока. Он с 24 лет в политике. 7 лет в парламенте Канады. С 24 лет. То есть говорить об опыте этого человека, как бы уже достаточно. Это говорит. И он победил своих конкурентов по консервативной партии. Речь идет о том, что его программа очень простая. Уменьшить влияние государства, уменьшить цензуру и доздраствует свобода. Если сформулировать очень коротко, за что он борется. Скажи, вот откровенно, как гражданин Канады, ты наблюдаешь своих сограждан. Насколько Канада готова сейчас перевернуть карту на 180 градусов и опять вернуться к вменяемости консервативной? Вообще народ в Канаде просыпается совершенно явно, потому что политика Трюдоу за две его каденции достала всех. Дело в том, что изначально, вот когда он первый раз пришел к власти, старики голосовали еще за него, потому что он Трюдоу, а у них есть мнение, что его отец был великий человек, с чем я категорически не согласен, но это я. А многие старые канадцы считали, что да, тот человек весьма достойный, значит сын тоже будет подходящим. Хотя забывают люди старую китайскую пословицу, никогда не судите о людях по их родственникам. Ну, второе, молодежь голосовала, потому что в головы канадской молодежи было вставлено, что нам нужны перемены, перемены, перемены. А Трюдоу молодой был тогда, к тому же вел себя как молодой человек, похохатывал, кувыркался. Это тоже некоторых привлекло. Потом, последний раз, когда он победил на выборах, он победил исключительно благодаря коалиции с НДП, это новая демократическая партия, фактически коммунистическая. Я знаю тоже, что очень многие лидеры, не лидеры, а активисты коммунистической партии перешли туда. То есть она называется новая демократическая, но фактически это компартия. И они выиграли, хотя тогда уже все говорили, что нет, Трюдоу, конечно, не пройдет. Но прошел. Сейчас хорошая новость заключается в том, что НДП почему-то, новая демократическая партия, разорвала коалицию с либеральной партией Трюдоу. Видимо, потому что он уже настолько себя скомпрометировал, потому что по всей Канаде висят неприличные матерные лозунги с его фамилией. То есть канадцы его не хотят, потому что перемены наступили, экономическая ситуация ухудшилась. То есть средний класс размывается, канадцы беднеют на глазах. Причем тоже даже такие канадцы, которые имеют вроде бы стабильную работу. Скажу так, когда я приехал в Канаду 30 лет назад, в Канаде практически не было работы, кроме определенных узких сфер. Там может быть компьютерная сфера, строительная и, собственно говоря, все. Сейчас работы полно, казалось бы, но многие люди даже не идут, потому что слишком низкий доход. То есть сейчас в Канаде можно быть бедным, находясь, имея работу. 30 лет назад это был нонсенс. Если у тебя была работа, какая-никакая, то у тебя было в принципе все, что тебе нужно. Сейчас, увы, это не так. Канадцев это нервирует, канадцев это раздражает. И мне нравится также очень странная иммиграционная политика Тридом, потому что это вообще иммиграционная политика Канады, это отдельная тема. Так что Канада потихоньку пробуждается. Хотя пробуждение идет медленно, и вот почему. Ты никогда не задумывалась, в чем разница между Соединенными Штатами и Канадой принципиальная. Ну, я сразу скажу, что разница в менталитете очень большая. Ты знаешь, я не хочу никого обидеть, но когда-то один очень умный человек сказал о канадцах «Frozen Americans». Как? Отморожен. «Frozen Americans». «Frozen Americans». Ну, это не совсем так. Я просто почему говорю. Это, конечно, шутка. Я никого не хочу обидеть. Я впервые попала в Канаду в командировку. Это было ровно 32 года тому назад. Это был ноябрь 92-го года. И я была по приглашению коллег в телевидение, и отвечала за мой приезд «Minister of Foreign Affairs». Министерство, да. Они собирали журналистов из разных стран мира, и они обсуждали постсоветское пространство, которое развалилось, и создались многие страны. Мы говорили тогда о неонацизме, о разных вещах, потому что всё, что касалось Украины, тогда воспринималось совершенно иначе. Ну, неважно. Я тогда посетила разные города, включая Оттаву, Монреаль, Торонто. И я обратила внимание на дружелюбие. Очень открытые и очень доброжелательные люди. Я таких людей, открытых и доброжелательных, знаешь, как говорят, непуганных, я не видела нигде. Они были настолько вот радостны, настолько благополучны. И я поняла, что Канада – это вот та мечта, которую можно реализовать. Всегда. Потому что ты должен быть профессионалом, ты получишь разрешение на въезд, дальше работай, делай и создавай свою канадскую мечту. Я в Канаде бывала много раз после этого. У нас брат там жил, теперь племянник живёт с семьёй. И я тоже видела Канаду, но Канада во времени менялась. Абсолютно она менялась не в лучшую сторону. Потому что политика очень повлияла на Канаду. Политика, которую предложили именно левые. И поэтому говорят, когда вот чем отличаются от Америки, наверное, может быть, раньше левизна началась, и раньше началось разрушение. Потому что у нас оно началось тоже не вчера, но, по крайней мере, у нас был момент вменяемости, который наступил с 2017 по 2020 год. Сейчас это всё уничтожено. И сейчас мы соревнуемся с Канадой по уровню невменяемости. Вот мне так кажется. Я чуть-чуть подкорректирую. Начну с того, что, кстати, невменяемость и левачество в Канаду проникло чуть-чуть позже, мне кажется, даже, чем в Америку. Но это даже не важно. Ты правильно сказала, что в 90-е годы канадцы были не то, что даже дружелюбны, они были расслаблены и благополучны. То есть в Канаде не надо было надрываться на работе, чтобы иметь всё, что тебе нужно. Может быть, не так шикарно, как в Соединённых Штатах, потому что американцы традиционно любили говорить «Oh, you Canadians are so poor, вы такие бедные». Но на самом деле мы были не бедными. Просто, ну, во-первых, в Канаде есть и супербогатые, мы об этом ещё поговорим. Но у канадцев было всё, что им нужно. А больше им было не обязательно. Сейчас это, конечно, всё меняется, потому что идёт пауперизация, то есть объединение страны. Но главная разница в менталитете в том, что, как мне представляется, если американцы традиционно всегда вставили под вопрос непогрешимость своего правительства с самого начала, в Канаде, к сожалению, это было иначе. Хотя изначально, может быть, это было не к сожалению. Вот посмотреть, из кого сложились нации американская и канадская изначально. Эмигранты в Канаде, в Штатах из Англии, Шотландии, Ирландии, плюс немножко немцы, немножко шведы, немножко голландцы, потом приехали итальянцы, ну и так дальше. Тот же самый набор в Канаде, если мы смотрим. Англичане, шотландцы, ирландцы, немножко немцы, немножко шведы, дальше итальянцы, но потом, правда, ещё наплыв украинцев был в конце 19-го, начале 20-го века. Но, в принципе, все как бы с одной мельницей. Но с мельницей-то с одной, а помол это разного. И для этого, чтобы это понять, надо заглянуть в историю. И в первую очередь, в историю американской революции и создание Соединённых Штатов. Когда произошла американская революция, началась война против Великобритании, наметилась следующая тенденция. Большое количество жителей 13 колоний, которые не хотели отделяться от митрополии, переехали в Канаду. А большое количество канадцев, которые не хотели жить под британским королевским домом, перебрались в Соединённые Штаты. Вот тут уже началось ментальное разделение и обособление американцев от канадцев. Потом была война 1812-1815 года, англо-американская война. У нас в Канаде её называют «Американо-канадская». И в 90-е годы, когда канадцы знали ещё свою историю, очень многие канадцы гордились тем и говорили, что мы победили Америку. Ну, как победили? Американцы собирались, во-первых, убедить Британскую империю, что Америка – это отдельная нация, потому что британцы до 15-го года не признавали американцев ни своими. И, более того, американцы рассчитывали освободить Канаду и были шокированы тем, что Канада освобождаться не хочет. И тут, кстати, надо будет сказать, почему. Канадцы, кстати, очень гордятся, что в 1814 году они высадились в Нью-Йорке, в Вашингтоне, и успели пограбить и поджечь Капитолий Белый дом и смыться, пока американцы собирались силами. Этим раньше канадцы тоже очень гордились. Но возникает вопрос, почему канадцы не захотели освобождаться от британской короны? И почему, когда на территорию Канады вошли американские войска, в них стреляли из каждого дома, даже из французской части Канады, где ненавидели англичан патологически? И вот тут очень важный момент. Дело в том, что для того, чтобы удержать Канаду в составе империи, британцы вынуждены были применять с самого начала определенные элементы социализма. Вообще социализм – это глубоко уживые учения, так же, как и нацизм, например. Но об этом можно поговорить отдельно. Но элементы социализма, достаточно, кстати, положительные, они всегда работали в странах с суровым климатом, в северных странах, типа Скандинавии, Северной Германии и опять-таки Канады. Потому что если в Канаде бросить человека на произвол судьбы, зимой он умрет. А британское правительство такого себе позволить не могло. Вообще Великобритания до 1950-х годов внимательно следила, чтобы Канада потихоньку заселялась, потому что они понимали, что иначе она просто войдет в состав Соединенных Штатов. Если Канаду не заселят эмигранты, направленные британским правительством, ее заселят американцы, ну и, соответственно, она повторит опыт Техаса или Гавайского королевства. Поэтому, когда люди приезжали в Америку, они приезжали на пустое место. This line is your line, this line is my line. Америка вся твоя, но ты сам себе хозяин. Как ты будешь строить твою жизнь, так она у тебя и сложится. В Канаду люди вплоть до 1950-х годов приезжали в определенной мере на готовенькое. В начале, когда приезжали нормальные крестьяне, которые умели построить дом, их ожидал набор строительных инструментов и уже напиленные бревна и доски, чтобы они могли построить себе дом. Когда они приезжали в более цивилизованные времена, уже в 20 веке, их ждало гарантированное место работы, снятые квартиры, точнее снятый дом, тогда в квартирах канадцы не жили, и даже дрова в печке. Вот в этом кроется разница в менталитете. И даже до совсем недавнего времени канадцы не могли себе представить, что у них может быть правительство, которое не желает им добра и не желает добра Канаде. Нет, были, конечно, эксцессы. Были канадские восстания в 19 веке, когда канадцы хотели более ответственного правительства. И восстания были подавлены очень жестокими войсками, но, скажем так, ответственное правительство они получили. Кстати, даже там не обошлось без поляка. Одним из лидеров был некий Миколай фан Шульц. Не очень звучит по-польски, но он был поляком. Так что свободолюбие опять шло известно откуда. Но канадцы привыкли к тому, что они могут положиться на свое правительство, которое было зависимо от правительства Великобритании. Здесь очень важно сказать еще пару слов о традиционной канадской элите, англосаксонской. У элиты была одна особенность. В Великобритании существовало такое правило, как майорат. То есть второй, третий и следующие дети, например, какой-то аристократической семьи не наследовали титул и не получали наследство. Таким образом, Великобритания боролась против распыления крупных состояний. Куда было деваться таким обиженным вторым и третьим сынкам и дочкам? Естественно, в колонии. Индия, Австралия, Канада. И вот такие озлобленные и голодные в меру люди традиционно стали формировать канадскую элиту. Сейчас она уже меняется и размывается, потому что сейчас мы видим то, что я бы назвал канадский корпоратизм, слияние государственной бюрократии с миллиардерами, которые не относятся к старой канадской элите. Но старая канадская элита опять-таки легко покупается, потому что, как говорится, честь не продается, если за нее дают слишком мало. Это традиционно голодные люди и жадные до денег, которые им не достались. Вот эта особенность Канады делает ее сильно отличной от Соединенных Штатов со всеми вытекающими последствиями. Например, любой американец, как я знаю, я часто бываю в Штатах и живу практически на границе. За тем окном, кстати, видно американский берег. Так вот, любой американец, меняемый, он хочет делать деньги, как можно больше денег, если есть такая возможность. Канадец даже сейчас, он, конечно, денег хочет, но он не хочет тратить на это слишком много времени. Он хочет заниматься, он хочет иметь свободное время. И это для него важнее. И если есть выбор, делать или не делать, то, может быть, лучше и не делать. Это, кстати, иногда спасает Канаду, потому что даже плохие канадцы плохие поступки совершают медленно. Еще, кстати, просто интересный такой показатель. У нас в городе, где я живу, часто причаливают американские корабли с туристами. И вот что интересно. В центре города в последнее время, к сожалению, стало очень много попрошаек. А также много так называемых баскеров. Это, как правило, молодых людей, которые играют на каких-то музыкальных инструментах. Так вот, канадцы всегда дают деньги попрошайкам. Но никогда не дают денег баскерам, потому что они считают, ну вот ты играешь на скрипке или на гитаре или на аккордеоне, значит, у тебя все хорошо, ты веселишься, у тебя вот красивый инструмент, чего тебе деньги платить? Мы тебя поаплодируем. А американцы, никогда, американские туристы, не дают денег попрошайкам, но зато всегда, извиняюсь за выражение, отстегивают баскера. В чем говорят, о, ты играешь, классно ты играешь. На тебя, а я тебе сейчас еще дам, подожди. Вот это тоже показатель разницы в менталитете. И это в чем-то плюс Канады и в чем-то, конечно, минус. Слава Богу, доверие к власть придержащим в Канаде начинает потихоньку размываться. Я надеюсь, что это приведет к определенному повороту. Хотя, к сожалению, две каденции Тридо уже нанесли Канаде такой вред, от которого, мягко говоря, не так просто будет оправиться. Я воспринимаю Канаду в последние годы, вот Канаду Тридо, как такой авангард вот этого Build Back Better. Они бегут впереди планеты всей в своем стремлении показать вот эту радужность, DA, DI, во всем разнообразии. И я смотрю на синхов, на всевозможных людей, представителей других этнических групп, которые вот недавно приехали в Канаду, они все уже в парламенте, они уже все представлены, они все уже отщипывают свой кусок канадского пирога. Я почему так говорю, потому что вот это разнообразие искусственно поддерживаемое, искусственно создаваемое, это есть часть программы глобализма, уничтожить уничтожить национальные государства. Но и Канада, и Америка это многонациональное государство, и это в графе уже данности, уже нет тех этнических групп, о которых ты говоришь. Но искусственно создаваемый дисбаланс, я говорю этнический дисбаланс, это проблема и Америки, и Канады, и Европы, и всего современного мира. Канада всегда запускала людей, давая им возможность, отбирая эмиграцию. Нужны были профессионалы, нужны были специалисты, и вот этот критерий сейчас окончательно разрушен. Я прочитала статью, от которой, честно говоря, мне стало неуютно, потому что использование студенческих, вот ты говоришь об эмиграции, потом, я считаю, эта тема очень интересная, потому что рост числа заявлений о предоставлении убежища от студентов, иностранных студентов, вызывает тревогу. и министр эмиграции и беженцев и гражданства Мар Ваш Миллер во время интервью Лепресс Канадьен в своем парламентском офисе в Канаде, он дал всевозможные свои страхи, он рассказал о них, о том, что увеличение иностранных студентов, ищущих убежище, это тревога, это уже тревожный колокольчик, потому что каждый день 1800 студентов подает вот такие заявления о предоставлении сначала учебы, а потом убежища. И, как правило, очень много, естественно, всюду китайцев, очень много из арабских стран, и тех, кто любит ИГИЛ, и тех, кто потом с этими кофеями бегают по университетским кампусам, и вот это сейчас это большая проблема, как в Америке, так в Канаде, так в Европе. Как с этим быть? Извини, почему они ищут убежище? Они же студенты, они же приехали учиться, какое убежище? Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что хорошие студенты не нуждаются в том, чтобы просить убежище, они имеют возможность найти работу по специальности, и если на этой работе они сколько-то времени задержатся, я раньше знал законы иммиграционные, сейчас я от этого отошел немножко, но это я все-таки знаю, если они задержатся на этой работе, достаточно долго, они могут получить статус постоянного жителя, это аналог вашей грин-карты, а потом через три года и гражданство, то есть хорошим студентам просить убежище нет нужды, то есть убежище просят те, которые не могут после учебы нормально устроиться в Канаде, значит плохо учились, значит не завели связи, значит вообще не собирались это делать, но вернемся к иммиграции, еще одно важное отличие принципиальное Канады от Соединенных Штатов, это то, что до недавнего времени, как я вижу сейчас, этого уже нет, но в Штатах была установка на плавильный котел, откуда бы ты не приехал, ну во-первых, очень важный момент, когда например левые сейчас говорят, Америка и Канада всегда были странами иммиграции, так да не так, Америка была всегда страной эмигрантов, которые хотели свободы, это очень важно, нынешние те, кто лезут через границу Мексики, они не хотят свободы, они простите за выражение, хотят халявы, а раньше ехали эмигранты, которые хотели свободы, и второе, они хотели интегрироваться в американское общество, Америка это плавильный котел, неважно какого-то национального, этнического, расового происхождения, в Канаде изначально установка была такая, мы не Америка, у нас не плавильный котел, у нас салат, и более того, даже до 70-х годов, насколько я знаю, в Канаде существовала графа национальности, то есть ты не мог быть просто канадцем, должен был быть либо англичанином, либо шотландцем, либо индусом и так дальше, украинцем, поляком и так дальше. Далее, начиная с 90-х годов, установка левых, которые хорошо организованы, была еще интереснее, они говорили, мы канадцы не нация, мы конфедерация отдельных личностей, и вот это звучит для некоторых непонимающих людей очень, как сказать, привлекательно, конфедерация личности, то есть каждая личность свободна, а на самом деле это ведет к разобщению и атомизации общества. Вот, позвольте себе сказать, почему в течение двух мировых войн немецкая армия была самой лучшей, самой эффективной, ну, понятно, что она была, особенно во второй мировой войне, задействована в плохих проектах, но тем не менее умудрялась воевать со всем миром и не без успеха, потому, что она была организована по территориально-общинному принципу, то есть в один взвод шли ребята из одного класса, из одного, так сказать, района города, из одного села, которые прекрасно друг друга знали и знали, что друг от друга ждать, ну, и берегли друг друга, кстати, тоже, потому что если твой товарищ погибнет, то его маме ты будешь объяснять, почему ты жив, а он мертв. Потом, конечно, все это начало накрываться, но это делало, например, армию сильной, экономику эффективной. Что касается ситуации, где конфедерации, так сказать, индивидуальных личностей, то тут, как в басне Лафонтена, пересказанной Крыловым, лебедь, рак и щука. Каждая личность хочет чего-то своего, у каждой личности разная культура, разные понятия об успехе, о счастье, о жизненных целях и так далее, и им очень трудно сговориться. Должен сказать, что эта программа превращения Канады из какой-то более-менее унитарной нации в конфедерацию отдельных личностей, эта программа может наблюдаться, например, в школе. Я, как отец трех канадских школьников, когда-то бывших школьников, сейчас уже все выросли, был шокирован, что каждые полгода, каждый семестр класс перетасовывают как карты. Вот дети подружились друг с другом, их обязательно поместят в разные классы. И я помню, я тогда ходил к учителям, к директору, говорю, а почему вот вы их разделяете? Они же вот так хорошо дружат. А вот надо, чтобы люди умели сожительствовать не только с друзьями, а и с другими. Точно так же происходит, например, в разных крупных фирмах, типа банков. Работников постоянно перетасовывают, чтобы не сложилось товарищество в отделении, например, банка или в отделении фирмы, чтобы люди работали с теми, кого они хорошо не знают. Это на самом деле получается достаточно вредно, потому что люди не могут сговориться. Ну, я уже не говорил о том, что в канадских школах с тех пор, как там перестали поднимать канадский флаг, читать молитву и с тех пор, как оттуда убрали распятие, также пошла пропаганда того, что нет таких вещей, как хорошо и плохо. Вот все хорошие, все одинаковые. Ты хорош в любом случае, как бы ты себя не вел. В результате вырастает поколение людей, уже выросло, с которыми, в общем-то, сложно иметь дело, сложно дружить и сложно даже создавать семью, потому что слишком уж они высокого о себе мнения при достаточном убогом проявлении. Это наша большая беда канадская и, я бы даже сказал, это наше проклятие. Помнится, года два назад, тут еще, кстати, один момент о разделении людей, мне написало письмо некая украинская деятельница из Министерства образования Украины, она хотела от меня получить совет в следующей сфере. А вот как в Канаде продвигают канадский патриотизм? Как в Канаде, например, объясняют детям, что быть канадцем это круто? И к стыду своему я должен был ей сказать, да нет такого, никто такого не продвигает. Более того, не только никто не говорит, что быть канадцем это круто. В 90-е годы еще говорили, что быть канадцем круто, потому что мы не американцы, но это тоже очень слабая, так сказать, слабая позиция. Но сейчас появилось еще вот что. Вот так как в Америке, начиная с Обамы и кончая его последователями, стали разделять людей по расовым признакам, ну, Биэлай, Мантифа, это же в общем-то не для объединения нации, а для разделения сделано. Так в Канаде появилась установка сверху во времена Туридона так называемую деколонизацию. Что это значит? Это, конечно, опять-таки абсолютно фальшивая идеология, но она основана на том, что мы все вот такие сволочи украли землю у индейцев и простите, извините, 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 мы будем вам платить деньги и мы вообще виноваты, мы воры, так сказать. Между прочим, тоже педалируют активно дамы 55 лет от рода и выше, которых среди непомерно раздутой канадской бюрократии очень много. Умные представители аборигенных народов, индейцы и инуиты, они понимают, что это очень вредно и очень плохо. И, слава богу, на них вообще такие вещи не очень действуют. Но, тем не менее, конечно, если ты каждый раз будешь человеку внушать, я украл у тебя землю, я на ней живу, он в один момент может сказать, но если ты у меня украл, если ты сам говоришь, так отдай ее мне или плати деньги. И я обычно, когда спорю с такими бюрократами, я говорю, слушай, если ты против деколонизации, ты должен в первую очередь положить свое канадское гражданство, сдай его и поезжай обратно в Европу, в страну, откуда приехали твои голодные предки. Это вызывает обычно смех а-ля Камала Харрис. Второй вопрос, который я задаю, и он тоже вызывает смех некормленной гиены, когда я говорю, хорошо, вы за деколонизацию, но сейчас же вы каждый год запускаете десятки тысяч колонистов, вот люди, которые к нам лезут без документов через американскую границу или с пароходов, или с самолетов, да, они из Ближнего Востока, из Северной Африки, из Гондураса, бог знает откуда еще, но это же колонисты, а вы спросили у индейцев, они хотят этих людей или нет, опять-таки это вызывает гиенский хохот, и вот это, кстати, проблема иммиграции тоже очень серьезная, потому что, как ты правильно сказал, Канада в период британского владычества и некоторое время после, она пускала к себе людей, которых можно было считать квалифицированными специалистами. Я сам помню, когда я подавал заявление в Канаду, мало того, что я заплатил для начала кучу денег канадскому правительству, чтобы оно просто рассмотрело мое заявление, я подавал из Германии, но я должен был предоставить все свои credentials, дипломы, рекомендации, причем, если у тебя ниже мастерс дегрит, то не подходи, не пройдешь в Канаду. То есть, мастерс дегрита как минимум, а лучше докторат. Потом нужно было демонстрировать чистый криминальный рекорд, хорошее здоровье и, да, знание, разумеется, очень хорошее знание английского языка и хоть какое-то французского, и также нужно было привезти с собой несколько десятков тысяч долларов на первое время. И тогда, вот, ну, так уж и быть, мы предоставляем вам право на постоянное жительство в Канаде. Программа эта, к сожалению, лопнула к началу 21 века, потому что, как ни странно, консервативная партия ее прикрыла, ну, то есть, как прикрыла, они не сказали, что они прикрыли эмиграцию, но они поставили и они ее заморозили, потому что, ну, естественно, они же не хотят выгонять с работы своих родственников, работающих в бюрократическом аппарате, но принимать квалифицированных эмигрантов перестали. Причина тому была вполне реальная, они сказали, что большая часть эмигрантов в Канаде разочарованы и уезжают обратно, это правда. И некоторые только дожидаются, когда получат гражданство очередное, второе, третье и уезжают. Это неправильно. Они были правы, действительно, квалифицированные люди получали право на въезд в Канаду, но на высокооплачиваемые работы их никто в большинстве случаев не брал. За редчайшим исключением. Канаде, окей, были нужны айтишники, да, их брали, это вот единственная маленькая группа населения таких эмигрантов, которые устраивались по специальности. Канаде нужны были строительные специальности, на строителей в Канаду не пускали. Пускали инженеров, а их никто не брал, их никто инженерами здесь не признавал. Пускали пилотов, а их никто на работу не брал, они мыли машины, ну и так далее. Люди от этого начинали к Канаде относиться плохо и очень многие знают десятки хороших людей, которые могли бы принести Канаде только пользу, которые уехали обратно или даже в третьи страны. А когда эта программа была прикрыта, то единственный способ эмигрировать в Канаду сейчас это выйти замуж или жениться на гражданине Канады. Ну и то тут тебе будут тебе устроить серьезную головную боль, они будут проверять это брак по расчету или нет. А что, бывают браки не по расчету, извините. Ну, например, я знал пример, когда в супружеской паре жена была на пять лет старше мужа и там реально была очень большая любовь, но канадские бюрократы решили, что это брак по расчету, потому что она старше и этих людей завернули. Но брак это одно, а второе, ты можешь пойти через границу нелегально и сразу получаешь пособие, получаешь жилье, при том, что тысячи канадцев ночуют на улице в настоящее время и получаешь статус постоянного жителя, политическое убежище. Более того, если не договорю, сейчас даже нельзя сказать нелегальный эмигрант в Канаде, это политникорректно и это чревато проблемами. Да, извини. Да, у нас та же проблема. Проблема заключается в том, что нелегалы спокойно пересекают границу. Но мы говорим сейчас о Канаде и Америке. Пограничный патруль, вот сейчас это была статья от 20 числа сентября месяца, то есть три дня тому назад. Пограничный патруль США задержал рекордное количество мигрантов, пересекающих границу Канады в сторону Америки. Не из Америки в Канаду, из Канады в Америку. Естественно, эти мигранты фактически не проверяются, потому что заходят кто угодно. И депутаты вашего парламента бьют на бат по поводу вопросов проверки безопасности после недавней волны раскрытых предполагаемых террористических заговоров. Террористы очень прекрасно себя чувствуют и на территории Канады, и на территории США, и очень многие из Канады попадают в Америку. Мы с тобой, я не зря сказала о студентах, потому что сейчас снизили квоту на 10%, но в среднем в год почти полмиллиона, почти полмиллиона этих студентов получают разрешение на пребывание на территории Канады и вот натурализацию. А теперь посчитай, за 10 лет это сколько, еще дальше это сколько, и дальше, дальше, и дальше. Мы говорим о таком количестве людей, но Канада большая территория, они могут расселиться, но ты сам говоришь, что они не могут получить нормальную работу, тогда чем они будут заниматься? Вот это хороший вопрос. Кстати, Канада большая, это большая, но большая часть Канады для постоянного проживания непригодна, потому что это субарктическая и арктическая зона, и там можно, в основном люди работают вахтовым методом, так что в принципе пригодная для проживания узкая полоска вдоль американской границы. Так что Канада, конечно, не резиновая, но вот что интересно, у сильных мира сего, которые правят Канадой, существует план довести население Канады к 2100 году до 100 миллионов. Когда я приехал в Канаду, здесь было 25 миллионов населения, сейчас без малого 40. Они хотят эту цифру более чем удвоить. за счет кого? Очевидно, за счет мигрантов из Африки, мусульманского Ближнего Востока, может быть немножко Китая, немножко Юго-Восточной Азии, и в общем это будет совершенно этнически будет совершенно другая страна. И боже упаси, я не хочу сказать, что это будет плохо или хорошо, но это будет принципиально другая страна. с другой культурой, другим менталитетом и другой политикой, как внутренней, так и внешней. Конечно, вряд ли им удастся довести до 100 миллионов, потому что это нереальная совершенно цифра. Они не расселят этих людей, они не построят достаточного количества жилья. Но установка такая, чтобы размыть то, из чего складывалась канадская нация, ну как везде, это птенцы Шваба, хотя, причем тут даже Шваб лично, это птенцы Давосского клуба, которые хотят построить такой мир, где не будет наций, не будет национальных государств, то есть формально государства, может быть, и будут, но они будут марионеточными государствами кочевой всемирной элиты. и, соответственно, чего они не понимают, они не понимают того, что качество жизни неизбежно рухнет. Мы уже сейчас видим, как оно падает. И что хуже всего, качество жизни рухнет и у них тоже, потому что они не получат того высокого уровня и качества обслуживания, к которому они привыкли. Опять-таки, не хватает ума у этих сверхбогатых людей понять, что цивилизацию двигают свободные люди, качественные товары и услуги производят свободные люди. Как историк готов поставить правую руку. Никогда иначе в истории не было. А сейчас свободы ограничиваются со страшной силой и у вас, и у нас. В частности, например, вот разоружение. Канадцы уже потеряли право приобретать пистолеты. Ну, правда, кто приобрел, у тех пока не отбирают, но их пытаются поощрить, чтобы они их продали государству. и тоже в Канаде нельзя носить пистолет у вас в ряде штатов можно, у нас не ней. А раньше такого не было. Любой канадский старик скажет, что свою первую винтовку, например, купил в 14 лет в Hardware Story в магазине хозяйственных товаров. И преступность в Канаде была, ну, не то чтобы на нуле, она была очень низкой. сейчас она растет со страшной силой, как ракета. Смотрим наши новости постоянно по ножовщиной, постоянно убийства. И, кстати, сказать, не только мигранты из, скажем так, сомнительных регионов мира это делают, но и англосаксонские канадцы тоже подключаются, поскольку народ нищает. Правительство также еще поощряет употребление наркотиков, особенно в нашей провинции вообще разрешены все наркотики, которые прикончат твой мозг в течение двух недель. И множество невменяемых людей, в том числе из, так сказать, коренных. Так что дела двигаются пока в очень скверном направлении. И в общем, если в ближайшее время что-то не повернется в противоположную сторону, то всех нас ожидают очень неприятные времена. Намного более неприятные, чем мы можем даже себе представить. И все-таки смотри, мы говорим о том разломе, который произошел. Я, честно говоря, после стольких лет правления Тридо, с его абсолютным деструктивизмом по отношению к собственной нации, и вдруг появляется человек из консервативных рядов, достаточно молодой, 43 года, для политика это вообще юноша, но при этом опыт с 24 лет, поэтому почти 20 лет он имеет политический опыт. И он побеждает своей партией, консервативной партией. Это человек, который поддерживал дальнобойщиков, это человек, который категорически выступает против Даоса, против вот этого всемирного экономического форума, видя в нем всю опасность современной цивилизации, который несет этот экономический форум. Но помимо того же Тридо, есть еще Христия Фринланд, тоже человек из вот этого Давосского форума, и еще там с десяточек наберется таких же. И даже если победит, ну это не сейчас, а через два года аж, победит Пьер Пулевр? Пулевр, да. Все время фамилия, знаешь, как выстрел такой Пулевр. Он победит, а сможет ли страна восстановить вменяемость, пройдя точку невозврата за столько лет? И как быть с тем окружением, которое создал вокруг себя красавчик ваш? И куда оно уйдет, и куда оно денется? И как один человек сможет сражаться? Вот Трамп попробовал сразиться с Всемирным экономическим форумом. Всемирный экономический форум в 20-м году фактически сожрал. И сейчас продолжает сжрать. И вот то же самое может произойти с Канадой. Но если уже объединятся такие люди, как Трамп, как вот если победит Пулевр, с тем же Милеем, если его не съедят за это время, то тогда возможно хоть какой-то возврат к той вменяемости стран, в которые ты приехала, я приехала. они сейчас так изменились. Но куда деть вот эти уже адаптированные миллионы искусственно завезенные в эти страны, которые не признают цивилизацию, в которую они приехали, они приехали со своей цивилизацией. Я вчера увидела возле магазина четыре как-то сказать, четыре фигуры, только с узкой прорезью для глаз. Это бурка такая, так называемая, полная, полная, никаба, или как это называется. Никаб, да, или бурка. никаба, в перчатках, вообще, походка у них была, знаешь, такая легкая, но это могли быть и мальчики, и девочки. Я не знаю, что там. Я не знаю, что скрывается. Они совершенно клон такой. Вот четыре клона шли. Несмотря на то, что у нас есть закон, запрещающий маски, закрывать лица. Но чуть что, тебе сразу говорят, а вот для них отдельный закон. Если у нас делаешь фотографии на паспорт, на документ, обязательно нужно ухо. Мочка уха должна быть показана. А как вот с этими быть? Они вне законов страны, они не признают законы этой страны. Как вот дальше быть? Ну, дальше быть очень просто. Если человек не признает законы страны, надо его либо заставить их признавать, либо он должен уехать туда, где существуют законы, которые этого человека устраивают. Третьего не дано. Но проблема даже не только в этом. Проблема в том, что Трюдо возник не из воздуха. В Канаде существует несколько семей сверхбогатых, которые давно уже переплелись с бюрократией и которые, в принципе, диктуют то, кто будет у власти. Это, например, семейство Томпсонов. Когда-то их предки выехали из голодных шотландских гор. Это семейство бронсманов, которых предки приехали из какого-то местечка в Бессарабии. Семейство Кольбера. Кольбер Кац Флэт Фидане это уже итальянцы Калабрезе Калабрийцы Людке это немцы. Вот эти сверхбогатые семьи в данное время не только контролируют практически всю канадскую и не только канадскую экономику, но они могут себе позволить контролировать тех, кто придет к власти. Они могут формировать власть и формировать те группы, которые будут окружать премьер-министра. Пока у да, эти же кстати семейства финансируют канадские университеты и те программы, которые в канадских, как и в американских университетах сейчас доминируют. Это левачество и вместо реального гуманитарного образования идеология. пока эти люди считают нужным вести такую политику в сфере образования, в сфере политики, мало что можно сделать. Да, выборы может выиграть приличный человек из приличной партии, но, как ты совершенно правильно сказал, работать либо не дадут, либо спровоцируют какой-нибудь скандал и уберут. И опять придет кто-то, сейчас, например, есть такие данные, что на смену Трюдо семейства Громфанов готовит Марка Карни, не дай Бог, он еще умнее, чем Трюдо к тому же. Пока существует вот такая форма канадского корпоратизма дело дрянь, потому что если даже нормальные люди придут к власти, им никто не позволит вести нормальную политику внешнюю и внутреннюю. Более того, пока не повернется в другую сторону система образования высшего и школьного, ничего никто не добьется положительного, потому что высшие и средние школы теперь уже тоже, они готовят неумных разрушителей. Я помню, как я, может быть, уже говорил в одной из передач, когда у меня был скандал с университетом Виктории, это было очень давно, в 2003 году меня вызвал к себе один мой знакомый, который был ветераном канадской контрразведки, и он сказал фантастическую фразу, твоей виной было то, что ты учил наших студентов думать, а наши студенты думать не должны, человеку было в районе 90 с лишним лет, он потом очень скоро умер, но я тогда был, сейчас меня это уже не шокировало бы, тогда я был шокирован, как это так, университетских студентов надо учить думать, иначе кто из них вырастет, а вот оказывается, студенты наши думать не должны, они должны соображать и подчиняться, если ты будешь спорить с профессором, например, о том, что, если профессор тебе доказывает, что Сталин был не так уж не прав, расстреливая миллионы сограждан, а ты будешь с этим спорить, ты не получишь хорошую оценку, не получишь стипендию, а студенческая молодежь, к сожалению, она кажется такой бунтарской, а на самом деле они все такие покорные, если им не разрешают бунтовать сверху, так что дела пока в общем-то не важно обстоят, и не стоит рассчитывать на успех только если произойдут изменения в результате выборов, этого недостаточно, даже если забыть, что выборы можно и сфальсифицировать, или например организовать их так, что работающим людям не будет времени голосовать, у нас такое уже было один раз, это тоже еще не победа, работы очень много, и я пока не знаю, сможет ли общество, что в Канаде, что в Соединенных Штатах, вот это перебороть как-то и переболеть этим, но если сумеет, то то, что нас не убьет, сделает сильнее, но может и убить, вот так. И последний очень короткий вопрос, очень короткий, я наблюдаю особый такой цинизм и особый антисемитизм канадского правительства в запрете предоставления Израилю оружие для обороны страны от терроризма, вот я всегда задаю вот себе вопрос, вопрос, как так? Как так вообще в 21 веке возродился вот этот латентный страшнейший антисемитизм, который проявляется в помощи всех террористических групп и полного обвинения Израиля в том, что он себя защищает? Это меня тоже, честно говоря, поражает, потому что антисемитизм в Канаде всегда был, как он и был и в Штатах, но причем, что самое интересное, уничтожение Израиля поддерживают левые, поскольку они за так называемых угнетенных, а им кто-то внушил, что арабы, живущие вокруг Израиля угнетенные, а Израиль это значит угнетательный. И антисемитизм распространен среди правых, в том числе и консерваторов. Он раньше как-то сдерживался, потому что вообще в Канаде выпады против любого народа считались абсолютно незаконными традиционно и даже теоретически можно было схлопотать тюремный срок, если ты не любишь украинцев или немцев или евреев. Но сейчас вот это педалирование так называемой палестинской проблемы, оно дало выход антисемитам и в правых кругах. Они таким образом за свободную Палестину. К тому же очень многие из этих людей совершенно необразованы и они даже не знают истории. Я слышал недавно от канадской писательницы, у меня хорошо знакомой, писательницы, члена Союза Писателей Канады, которая мне поведала, Иисус Христос оказывается был палестинцем и он значит родился на территории, которая контролировалась палестинской автономией. Я говорю, прости, что? Палестинская автономия? А ты слышала про Римскую империю что-то? Нет, но вот мне знакомый профессор палестинец сказал, что это была зона палестинской автономии. Язус, Марья, ну что тут скажешь? А это англосаксонская дама опять-таки с образованием, она вначале была учительницей, а теперь писательницей. Ну понятно. И ведь имя таким легион. Что меня удивляет, администрацию Трюдо привел к власти клан Бронтмана. А Эдгар Бронтман, кажется, он уже помер, был ни много ни мало, а де-факто председателем Всемирного Еврейского Конгресса. Даже это вот та семья, которая из Бессарабии когда-то приехала, спасаясь то ли от погромов, то ли не от погромов, это уж я не знаю. Как они допускают такую работу на уничтожение Израиля? Это для меня ребус, который я разгадать не могу, может быть, потому что я не еврей, чего-то не понимаю, чего понимают Бронтмана, но мне это, у меня это просто, у меня это вызывает когнитивный диссонанс. Как они могут не понимать, что единственной гарантией от очередного Холокоста является существование государства Израиля? Если я это понимаю, почему они это не понимают? Тут извините, у меня без комментариев, я не знаю, что вам сказать. Ну что ж, будем только надеяться, что хоть какая-то, хоть какой-то процент меняемости вернется в Канаду, вернется в Америку. Дай-то Боже. Потому что у нас другого выхода нет. Мы пока что констатируем то, что у нас на сегодняшний день происходит. И тот разлом, о котором мы с тобой говорим, он очень серьезный. В Канаде, в Америке. У меня только полнует один вопрос. Пошли ли мы точку невозврата или все-таки еще есть возможность себя спасти от вот этого безумия. Я желаю Канаде оздоровления, я желаю нам оздоровления, я желаю миру здоровья и вменяемости. Мы с тобой непременно в следующий раз будем говорить о цензуре. Потому что когда заставляют людей молчать, это первый шаг к тому тоталитаризму, который потом окончательно становится безвозвратным. Вы на канале Континент, с нами сегодня историк, политолог, картограф, автор очень многих интересных книг Андреса Андреса. Наш друг, наш коллега. Я Елена Крикова, канал Континент. Подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте колокольчик для того, чтобы получать сообщения о новых передачах и оставайтесь на нашем канале. Всех благ. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...